всем привет на связи Денис и в этом видео я отвечу на вопрос из нашей группы вконтакте можно ли накрутить в сервуме такой бас я скачал вот этот референс Buffalo studio и давайте послушаем как звучит бас дальше тут добавляется к нему кик и этот же бас звучит уже с киком а здесь без кика подобный кик мы уже накручивали в предыдущем видео если смотрели то обязательно посмотрите а в этом видео накрутим вот такой вот бас откроем новый сервум начал будет у нас такое же как и синтезе кика нажимаем на карандашик в меню single выбираем и нет поднимаем основной тон поднимаем наполовину первую гармонику и третью гармонику тоже чуть поднимаем вторую при этом пропускаем почему я уже объяснял в предыдущем видео не буду повторяться для того чтобы это получился бас опустим наш осциллятор на три октавы и чтобы не было щелчков небольшое сделаем здесь отклонение буквально на 20-30 миллисекунд добавим атаки сравним то что у нас сейчас с референсом в референсе более агрессивный бас тембр немножко отличается и мы можем добавить немножко гармоник нашему басу с помощью алгоритма band-minus ну где-то 35 процентов будет достаточно придадим огибающие envelope 2 такую вот быстро спадающую форму и пожалуй дикой у нас будет довольно короткий около 70 миллисекунд и назначим ее на высоту тона удерживая alt shift сделаем модуляцию односторонней глубиной вот 24 тона точнее полутона или даже 12 полутонов чтобы это был небольшой легкий пиночек 24 будет чуть более заметным теперь давайте добавим эффектов дисторшн включим и выберем софт клип а драйв накрутим почти на максимум на 90 процентов скомпрессируем наш звук таким образом чтобы количество gain reduction было где-то минус 9 атаку сделаем такой же как и наш decay чтобы punch успевал проскочить то есть где-то 70 миллисекунд а релиз миллисекунд 60 и увеличим gain настолько же сколько и gain reduction то есть на 9 для того чтобы не играли две ноты одновременно мы сделаем режим моно и поднимем портамента чуть меньше чем до середины таким образом получается легкое скольжение между двумя нотами и чтобы у каждой ноты не начиналась заново атака чтобы не было вот этого пинка мы сделаем режим легато таким образом можно зажать две ноты друг за другом не отпуская первую ноту нажать вторую и она будет просто соскальзывать вниз без дополнительного видного пинка и тем самым можно делать такие скользящие движения в принципе все то есть это довольно простой пресет но единственное что можно немножко здесь огибающую один отвечающую за громкость так продлить чтобы все таки немножко у нас спадала громкость со временем для длинных нот и слегка увеличим релиз чтобы между нотами тоже было плавное затухание а не резкое вот как то так давайте сравним ну довольно похоже конечно характер вот этого пинка немножко отличается может сделать здесь 12 одну октаву а не две да так более похоже и можно добавить какую-нибудь атаку типа кик какой-нибудь пиночек такой вновь за осцилляторе обязательно поставьте здесь ваншот режим ну или любой другой киковый шум здесь можно выбрать который вам придется по душе так же конечно можно вывести допустим макрос на этот бэнд минус регулировать степень искажений нашего 808 также поменять можно здесь алгоритм сатурации на любой другой ну это уже будут немножко другие вариации 808 баса допустим более агрессивный я же в данном видео пытался ответить на вопрос олега и воссоздать как можно ближе к оригиналу вы уже сами можете поиграться с этими вариациями и напишите в комментариях обязательно как на ваш взгляд удалось мне это сделать или не удалось также задавайте свои вопросы ставьте лайк обязательно этому видео и подписывайтесь на мой канал если до сих пор этого не сделали с вами был Денис и до новых встреч в новых видео пока пока пока